Сегодня сразу к делу. Миша, вот скажи мне, с чего должен начаться самый первый выпуск лучших моментов по Battlefield 2042? Дай попробую угадать. Наверное, с Рандезуки. Да, с первой Рандезуки в этой игре. Прям как в трейлере, Андрюх, как в трейлере. Прям, прям как в трейлере от Рандезука. Ну, конкретно это Рандезука вряд ли самая первая, но одна из самых первых стопудово. А это С-ХСТ. Поздравляю с первой Рандезукой. Андрюха, а что сейчас будет? А сейчас, Миш, будет такое дело. Вот этот маленький коридорчик часто наполняет много людей. И потому, закинув туда гранату, можно сделать минус 16. Да ладно? Да ладно, как? Вот так, представляешь, кому-то везет сделать просто на ровном месте. Кинув рандомную гранату, минус 16! Арк-30, это было потрясающе. Особенно это оценили те 16 фрагов. Кто же это у нас тут? А это наш старый знакомый Бомбино-снайпер. А раз это Бомбино, значит сейчас будет что? Сейчас будет какой-нибудь эпичнейший килл из снайперки. Сейчас будет трюк. Да. И он убивает. И тут давайте делаем ставки. Вернется или не вернется? Ну, это же Бомбино-снайпер. Вернется, конечно. Конечно. И причем я знаю, что он сделал вот этот трюк буквально через 30 минут после того, как зашел в игру. Я знаю предысторию. Но, Миша, хочешь слезок немного в этом моменте? А, бот. Это бот. Бот. Да. Эпичнейший трюк. И это бот. Ну, так вот, да. Бомбино, Бомбино, ты красавчик, спору нет. Но это всего лишь бот. Ждем повторения с живым человеком. Да, повторяй. Следующий игрок у нас Компхед, который сделает тоже нечто интересное и невероятное. Ну, вроде бы должен сбить, но это корова. Она просто так не сбивается. Как ты думаешь, что он сделает сейчас? Не знаю, гранатой ушибет водителя. Нет, он ушибет всех четверых, которые сидели гранатой. Не, ну красиво. Как же он подгадал так тайминг-то, а? Это тайминг. Это можно даже сказать немножечко удачи, локешотства было на его стороне. И вот, 4 килла потрясающих. Ну, это Баттлфилд. Компхед. Красавчик. СССР Драйвер. Он тоже что-то нам подготовил интересного. Вот поехал на тросе, достал М5 и попадет, не попадет. Да попадет, конечно. Это же топ лучших моментов Баттлфилд. Да, здесь невозможно не попасть. Жаль, только в вертолете не сидело 15 человек. Я б на это посмотрел. Там на лопастях, наверное, висеть должны были. Да, ну мы это сделаем в портале. СССР Драйвер. Красавчик. Ну, а на этом моменты по Баттлфилд 2042 закончились. Ну, это, конечно же, не все. Но вы обязательно присылайте свои моменты, чтобы попасть в топ лучших моментов Баттлфилд. Ну, а на очереди у нас Глоф-62 со своим невероятным, я бы даже сказал, лакешот. Он решил свалить вот этот столб, начал перебирать тросы. И в этот момент, по идее, что-то должно случиться. Мимо, походу, пролетал самолет. Как, я даже не понял. А ты тут не поймешь, потому что этот самолет зацепился за тросы и был успешно ликвидирован. Потрясающе. Потрясающе, просто сумасшедший, невероятный какой-то лакеш. Он его отхлыстал просто по жопе. И еще одно появление Бомбина в этом топе. И это Баттлфилд 4. Миша. Я думаю, нам надо делать отдельный топ моментов Бомбина. Да, ты смотри, как он это сделал. Да просто легко, он мимо пробегал такой чпок и все, даже не целый. От бедра, на расстоянии огромном. Да как они это делают? Я прицеливаюсь, на постанове ни разу не попадал, а он вот так. Ну, это все нормально, мы же знаем, это читает. Это читает. Читак Бомбина еще раз. А следует за ним еще один снайпер. Только не Бомбина, а Шадоу снайпер. И он, в принципе, должен тоже сотворить что-то невероятное. Миш, твои ставки. Блин, я не знаю. Он снайперским выстрелом разнесет всех с помощью С4. Снайперский выстрел из С4 уничтожает тоже примерно 16 человек, как тот парень в том коридорчике. Вот интересно, а кто эпичнее, Бомбина снайпер или Шадоу снайпер? Об этом нам расскажут в комментариях. В комментариях, точно. Об этом нам расскажут в комментариях. Ну а сразу после того, как вы поставите свой эпичный лайк, свой момент покажет Номад Д-100. Не просто Номад, а Д-100. Вот, стандартный любимый килл для Миши из ПТРК. Обожаешь это? Да, 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 конечно. И смотри-ка, это Battlefield 3, видишь, что он вытворяет? Он... Да. Он снёс! О-хо-хо, хорош! Артуха! Ай, красавчик! Просто великолепнейший! Ну это, наверное, лакешот всё-таки. Ну, может, он, конечно, это всё предвидел. Может, он супер-трунагиван. Ещё что-то? Йо! Да ладно, два! Ну, такого мы ещё не видели. Чтоб сорти два самолёта подряд. Я одного-то не видел ни разу. Вертолёт только у нас был. Но тут самолёт два раза. Охренеть. Ой, красавчик. Ну, а дальше Айсхоки. Тоже великий ПТРКшник. И знает, как наводить управляемые ракеты туда, куда надо. И кого он собьёт на этот раз? Может, 15 человек разом? Может, 30? А может быть, корову? Первую корову. Как я понимаю, на этом всё не закончится. Да, это было бы, наверное, слишком просто. Хотя это уже не просто. Блин. И, по-моему, это было просто. Да. Ну, а продолжает наш парад Эпика. Кенри 4. И здесь, Миша, сейчас будет просто фантастический локишот. Вот такого ты даже представить не мог. Не можешь себе, что он сделает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пошла ракетка. Я просто рандомно выстрелил и уничтожил там полкоманды. Ну, нормально. Тоже, можно сказать, фантастический локишот. Фантастический локишот от Кенри. Там минка, наверное, какая-нибудь лежала. Или ещё что-нибудь такое. Да, причём, да. Мина, на которую они сами накидали, и сами на ней все взорвались. Но это было красиво. Ювелирная работа. Следующим идёт у нас по-за-зу-зу-зу. Спростите, если я неправильно прочитал, но я прочитал неправильно. Миша, Миша, как вот сейчас можно переплюнуть предыдущий момент? Как ты думаешь? Что сделать для этого надо? Не знаю. Выпрыгнуть из самолёта и гранатой разнести всю вражескую авиацию. Навременно. Да, ну он работает по технике и по ходу так же ювелирно стреляет. И сносит раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать видов всего, что только ему попалось на глаза. И как они это делают? Я одного не могу убить самолётом. У меня такое ощущение, что они сами себе опять поднасрали. Поднасрали, накидали минок, да. Следующий у нас Томми Кейл Раунд. Я, наверное, опять неправильно прочитал. Давай, Миша, покажи класс. Я не успел. Я сделал это вместо тебя. Да, я не успел, просто, Манель. Минус три. Минус три. Шбаны. Три шбана. В ряд. Вот так, ребят, надо стреляться со снайперки. Ну и четвёрочка. Заки 25-43. Имеется в виду батла четвёртый, ребят. Самый старт раунда. Обычно здесь происходит что-то внезапное, невероятное. Он выезжает и видит сразу какой-то летящий самолёт. Стреляет в него, а сбивает другой. Нормально. Целился в одного, попал в другое. Да, целился в один. Вот, смотрите, хоп, стреляет в один. Но там сни, ангел-хранитель какой-то. О, снаряд летит. Нужно срочно под него прыгнуть. Только это какой-то ангел-хранитель тормоз. Потому что там уже выпрыгнул чувак. Заки, поздравляем с таким лакишотом. А вот этот как раз момент, про который я тебе Миша говорил. Вот как вот этот чувак на джипе собьёт самолёт. Придумай, Миш, срочно. Ну, не знаю, он разгоняется на джипе, подпрыгивает на трамплине. Нет, всё намного произоичнее. Он убьёт его жопой. Он в нём врезался или что? Нет, самолёт в него врезался и взорвался сам. Ну, как говорится, это... Не-не-не, надо исключить это. Он не виноват вообще. Он не виноват. Человек с самой стальной жопой этого выпуска. Наши поздравления тебе. Субтитры сделал DimaTorzok